В Краснодаре увеличат количество ярмарочных комплексов. Таким способом городские власти планируют избавиться от несанкционированной торговли. На заседании штаба по благоустройству Краснодара Владимир Явланов распорядился увеличить количество городских ярмарок. Сейчас на территории краевого центра работает 16 таких торговых площадок, 7 из них при Кубанском округе. Однако по поручению мэра к следующему урожайному сезону их станет как минимум вдвое больше. Кроме того, с начала октября в Краснодаре возобновили работу ярмарочных комплексов. В этом сезоне добавилась еще одна точка на Восточно-Кругляковской рядом с ЖК «Панорама». По поручению главы города прорабатывается возможность размещения ярмарок выходного дня еще в нескольких частях города. Речь идет о площадках в районе Московской и Тепличной. Также на заседании, проделанной за два месяца работе, отчитался исполняющий обязанности главы Прикубанского округа Алексей Ляшенко. Так, за это время завершились работы по строительству бульвара по Корякино на участке от Котлерово до Российской. А вот благоустройство бульвара от Котлерово от Солнечной до Зиповской продолжается. На Кореновской появился остановочный комплекс, а на перекрестке Солнечной и Московской автомобильная парковка на 262 места. Говорили на встрече и о ремонте кабинетов врачей общей практики. Так, в хуторе Копанском работы в отведенном для этого помещении должны быть завершены в течение месяца. Глава краевой столицы также обратил внимание на борьбу с теневым бизнесом, в котором используют бездомных инвалидов. Полиция должна усилить работу в этом направлении. В очередной раз, вот вчера, на тех же углах, на тех же местах ходят попрошайки, которых завозят каждый день утром сюда, вечером их вывозят, организованы. Я прошу обратить особое внимание на эти вопросы. И внесите свои предложения с точки зрения контроля, как это организовать. Здесь без правоохранительных органов мы не обойдемся. Присутствующий на заседании вице-губернатор региона Юрий Гриценко отметил важность работы штаба и необходимость взвешенного подхода к взаимодействию с бизнесом. Нужно сделать так, чтобы предприниматели соблюдали все требования, и это не мешало их бизнесу активно развиваться.